МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы узнаете в подробностях О снятии антиковидных ограничений. Где содержали жители Анапы 6 килограммами наркотиков? Когда отреставрируют мозаичные фигуры на набережной? О том, как Анапчанка вошла в пятерку финалистов краевого профессионального конкурса директор школы Кубани-2022. И не только об этом. В Краснодарском крае отменяется целый ряд антиковидных ограничений. На заседании оперативного штаба по коронавирусу обсудили эпид-обстановку в крае. Говорить о полном снятии ограничений еще преждевременно, но ряд послаблений сегодня возможен. Так, с 4 марта отменяются требования предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или методотвод при заселении в гостинице, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. А с 14 марта разрешена работа фудкортов и детских игровых комнат. При этом пока сохраняются действующие ограничения по числу участников массовых мероприятий. Не более 500 человек. Жители Анапы призвали присоединиться к сбору помощи для детей Донбасса. На курорте формируется гуманитарный груз. Сбор проводится в центре курорта в волонтерском штабе. Власти города обратились к жителям с просьбой принять участие в мероприятии. Помочь в его комплектовании могут все желающие. Срочно необходимо детское питание, сухие смеси, сухое молоко, пеленки, памперсы, заявили в мэрии. Гуманитарную помощь принимают в штабе волонтерского центра в Анапе на улице Крымской, 125. Телефоны горячей линии 8 962 86 03 048 и 8 918 11 99 599. Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере возбудили в отношении жителя Анапы. Изъято более 6 килограммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД России. По оперативной наводке по подозрению в незаконном обороте наркотиков в пригороде Новороссийска полицейские задержали 34-летнего анапчанина. На одном из дачных участков, где он снимал жилье, оперативники обнаружили свыше 5 килограммов различных наркотиков. Установлено, что подозреваемый бесконтактным способом приобретал автовую партию запрещенных веществ для дальнейшего незаконного сбыта в городе Героя. Также выяснилось, что злоумышленник осуществлял тайниковую закладку с гашишем массы более 285 граммов. В поселке Глебовка, а также в станице Надухаевской из оборудованного тайника полицейские изъяли около килограмма мефедрона. В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленник заключен под стражу. Ведется следствие. Рабочие приводят в порядок канал для отвода воды под Анапой. Спецтехника уже заехала на территорию канала в Анапе. Объект находится на улице Красной в поселке Виноградном. Данные меры связаны с дождями, которые периодически подтапливают часть населенного пункта. Из-за обильных осадков в этой части поселка поднялись подпочвенные воды, которые подтапливают огороды. Местные жители обратились с просьбой очистить канал общей протяженностью около 500 метров. Для этого мы задействовали экскаватор. Надеемся завершить работу за три дня, рассказал глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев. Мэр города Василий Швец вместе со своими заместителями и представителями курортного бизнеса побывал на участке набережной от улицы Калинина до санатория Русь. Поставлен ряд задач. Главное – привести популярную прогулочную зону к единому стильному и эстетичному облику. Для этого необходимо кардинально изменить внешний вид торговых точек или уйти от них вовсе. Восстановить исторические, любимые поколениями анапчан малоархитектурные формы – мозаичного осьминога, морского конька и другие фигуры, которые за десятилетия пришли в удручающее состояние. Особое внимание дополнительному озеленению, высадке цветов и деревьев ландшафтному дизайну. Василий Швец подчеркнул, единым стилем набережная должна создавать приятное и легкое настроение. На прогулочной территории нужно больше простора и меньше того, что отвлекает внимание магазинов, ларьков, аттракционов. Часть задач будет выполнена к сезону 2022 года, более долгосрочной – в течение года. Анапчанка вошла в пятерку финалистов краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани-2022». По результатам очного тура в финал вышли пять руководителей образовательных организаций края, среди которых директор Анапской гимназии «Эврика» Елена Попова. Финалистам предстоит пройти три испытания последнего тура. Директор – стратег, разработать управленческий проект, провести педсовет и ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции. 4 марта на торжественной церемонии закрытия объявят имя победителя, который представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе «Директор года России». А спонсор выпуска новостей – «Оптово-розничный комплекс» «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. «Оптово-розничный склад» «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Спонсор прогноза погоды – «Океанариум в парке 30-летия Победы». Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан», индийский сабеля старта, рыбы с ногами, русские осетры и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных», это «Океанариум Планета Океан» в парке «30-летия Победы». В пятницу 4 марта нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 6 градусов. Влажность воздуха составит 67%. Ветер подует северо-запада со скоростью 7 метров в секунду. Порывы до 13. Возможны осадки. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова